Боже мой, я просто сейчас откинусь в кресле и буду не вести эфир и наслаждаться этой речью. Закрою глаза и буду представлять себе эти картины из прошлого и, возможно, будущего, и, возможно, даже вовсе чужой жизни. Но, тем не менее, вот в эту чужую жизнь мы заглянем, засунем свой нос, поскольку узнаем, как происходит сейчас вот жизнь частных музеев, галерей, и, поскольку с нами на прямой связи галерист Александра Чудновская. Здравствуйте, доброе утро, Александра. Здравствуйте, доброе утро. Рада вас слушать. Ну, вот, собственно, первый вопрос уже... Я могу рассказать вам чуть-чуть историю того, как мы живем. Я скажу одним словом, поскольку утро, все, настроение хорошее, веселенькое, весьма необычно, не так, как мы жили раньше все. Потому что ситуация, мягко говоря, не хочется начинать с грустных слов, будем оптимистичны ко всему, что происходит. Живем с надеждой того, что скоро мы снова сможем работать, открываться для людей, и люди смогут к нам приходить и получать удовольствие, то, что называется, воочию разглядывать экспонаты и вообще приходить в такие места, как музеи, галереи. Ну, и, собственно говоря, театры, кинотеатры – это уже все тоже имеет части нашего вообще всего этого направления. Александра, хотелось бы поговорить о каких-то тенденциях. Ну, вот, скажем, вы владелицы частного музея, там, галереи, а очно к вам не могут зайти. Скажите, вы, ваши коллеги, как, может быть, это массовые какие-то принимают обороты даже, оцифровываете ли свои коллекции, показываете ли онлайн, как проходят аукционы онлайн, стали ли они более популярными? Есть хороший вопрос по поводу оцифрования, потому что, когда пришла вот эта вся общая ситуация, конечно, никто не жил тем, что мы вот окажемся в таком, скажем, в таком ступоре, никто об этом не думал, у всех были планы. Мне вообще хотелось бы начать, я очень коротко скажу, с того, значит, как мы заканчивали до периода пандемии. Заканчивали, потому что уже теперь можно сказать, что это был конец, видимо. А ведь скорость, вообще скорость информации и пространства, и музеев, как таковых, занимала очень большое, скажем, место практически в жизни каждого человека. Было модно и есть, в принципе, сейчас, ну, сейчас туризм отменился. Вообще было ездить на выставки, путешествовать по странам, и, в принципе, практически от каждого человека уже можно было услышать, а ездил ли ты на ту выставку в другую страну, не просто в своём городе сходил в музей, а ты уже летал и мотался по всему миру для того, чтобы посетить один или другой проект. То есть музеи, в принципе, заняли вообще очень большую, скажем так, роль вообще в жизни всех нас, людей. Это уже было не просто там походить, поизучать экспонаты, а ещё и было важно посетить определённые выставки, и вот обязательно в обществе сказать, а вот ты там был, ты это видел, да, я туда летал, я туда вот успел попасть. Вот так вот жили все на такую, скажем, прям вот большую катушку, прямо на больших скоростях. Когда это всё остановилось, остановилось это в момент, что ещё никто, я бы сказала, не был готов, не было точных решений того, что вообще будет происходить дальше, и как будет жить дальше вся эта история. И почему-то большая часть музеев, я сейчас объясню, почему-то, для меня это немножко всё равно странно, я считаю, что музеи вернутся в тот уровень, в тот формат, в котором они живут, спохватились резко к тому, что они решили, что нужно свои коллекции отцепровывать и запускать в интернет. Один из ответов на этот вопрос, у меня как бы он есть, я предполагаю, потому что музеи считали, что ещё таким образом можно уцепиться за своего посетителя, за людей, чтобы вот они только вот эту информацию получали. Но понимаете, отцифрование коллекции, это могут себе позволить музеи, у которых количество экспонатов, оно имеет большое количество. Это когда есть фонды, когда ты можешь действительно путём отцифровать цифрование своей коллекции и показать её для других людей через интернет, в принципе, ты не очень как музей страдаешь. В чём проблема с нами, как с маленькими частными музеями, даже если он у нас не маленький, но частная коллекция — это коллекция, которая имеет определённое количество предметов. Их не может быть там сильно больше, у нас может не быть этих фондов. И если мы сейчас делаем полную цифрование нашего музея, в принципе, человек, который никогда не приходил к нам, он может посмотреть эту выставку, эти экспонаты в интернете и даже для себя решить, хочет он идти в этот музей или нет. Тут у меня возникает мой профессиональный, как бы вот здесь есть спор. Одно дело, если мы цифруем Эрмитаж, если цифру идёт, если это УВР, это музей, который ты туда можешь годами ходить, каждый день, и вообще ты всегда будешь находить что-то для себя новое. А вот ещё раз говорю, для нас, маленьких музеев, вообще моё профессиональное мнение не самая выгодная позиция вот в этой истории сегодня от всего цифровать. Потому что есть общая ещё статистика того, я её наблюдаю, изучаю, что вот музеи сейчас все повалены, сейчас это очень модно, сейчас все вот находятся вот в этом состоянии, что нужно всё это вот дигитализировать, как говорится, да, и вот всё, чтобы посмотреть. На самом деле не так уж и много посещений в интернете, и начнём с того, что далеко не у всех людей есть интернет. Как бы странности, это не звучало. Я понимаю, что мы здесь все привыкли, нам кажется, что у нас у всех в руках мобильный телефон или компьютер, но на самом деле вот эти все вот цифрования, это интересная вещь, но это не должно стать приоритетом и главным фактом существования музеев. Вот. Ну, я напомню, мы разговариваем с Александром Чудновской, владелицей частного музея, галеристом, но, Александр, цифрование как метод посещения музея, это одно дело, но цифровать коллекцию, чтобы её выставить на продажу, это же, в общем-то, вполне себе готовая, по-моему, рабочая бизнес-модель. Лувр, понятное дело, он зарабатывает на других вещах, там и посещание, ну, билеты, мерч и так далее. А маленькие галеристы, ну, если речь идёт о продажах? Если речь идёт о продажах, бесспорно, но музей, например, если мы берём вот в нашем случае, далеко не... Я, конечно, могу цифровать свои предметы, и то, что мы сейчас занимаемся, частично они будут оцифрованы, но они не предназначены для продажи. Просто человек может посмотреть, ознакомиться, если ему интересно, он делает следующий шаг и уже приходит к нам воочию или будет смотреть. Касательно галерей, бесспорно, конечно, у галерей немножко сложнее ситуация, потому что галереи, если мы берём именно галереи, которые заинтересованы в продаже, у них вариантов опции сейчас больше никаких нет, кроме того, что они должны оцифровываться. Просто, в принципе, по-другому информацию не получить, потому что физически сейчас двери закрыты везде. Более того, с условиями новых правил, как сейчас они все будут происходить, ведь нас же тоже в рамке определённой ставят с этими метрами, с возможностями. Я допускаю, что ещё долгое время определённое количество галереи тоже не смогут к себе пускать посетителей, соответственно, они будут эти коллекции цифровать. Вы задали вопрос ещё по поводу аукционов. Аукционы происходят, аукционы работают. Дело в том, что ещё до пандемии большая часть аукционных продаж шла вообще в онлайн-системах. Поэтому, в принципе, сказать, что аукционы очень сильно пострадали, вот здесь бы я сказала нет. С аукционами ситуация намного поинтереснее и поспокойнее, потому что, в принципе, всё происходит в такой же системе, как и мы сейчас даже с вами разговариваем, ведём общение. Точно так же подключаются все к зумам, и всё, что происходило в залах и в румах, когда люди уже летали непосредственно на сделки, сейчас всё это происходит в системе онлайн. Как раз-таки аукционы работают, цены на предметы искусства в условиях пандемии сейчас стабильны, они даже где-то растут, растут в очень разных направлениях, не только в живописи, графики растут и просто вообще в предметах, прикладных предметах искусства. Вот, поэтому мир, ну, я бы сказала, в этом ключе стабилен. Скорее, нестабильно то, что вообще есть такая тоже вот статистика, скажу одно слово, около, значит, в мире где-то 85 тысяч музеев, из которых 10% вот за этот год они просто рухнули и закрылись прямо в прямом контексте, их больше не будет. Вот, и ещё вот в остаточных этих, значит, цифрах ещё непонятно, сейчас практически каждый месяц можно получать информацию о закрытии того или иного музея, то есть, в принципе, музеи не выдерживают, ну и галереи в том числе. Но можно ли говорить, что... Потому что оплаты, льготы, во-первых, огромное количество людей осталось без работы в мире, огромный просто гигантский сектор, вот все это обслуживание, да, которое и по сей день непонятно, что делать, вот этим людям. И, в принципе, ситуация намного хуже, чем мы все предполагали. Можно ли говорить, что роль музеев изменилась с пандемией? Как культурного учреждения, научного учреждения, не знаю, просветительского? Нет, она не изменилась ещё пока что, потому что это никуда не денется, это было, есть и будет. Это твёрдое убеждение, ничего, всё вернётся на круги свои, но это, знаете, как, я бы сказала, сейчас происходит как естественный отбор, выживут сильнейшие. Выживут те, у кого большие коллекции, выживут те, кто могут обеспечить, обеспечить вот именно сейчас эту стабильность, потому что, ну вот, на дополнительных финансах, на каких-то внутренних возможностях. Это касается... У государственных музеев я тоже могу сказать, что много больших проблем и неприятностей. Это не так, что если вот мы слышим, что музей государственный, что ему вот он живёт, поскольку у него государство за спиной стоит, и его, как говорится, крылышками прикрывает. Нет музеев у всех. Сейчас идёт большая-большая-большая проблема. Роль как таковая, нет, скорее ощущается большое желание. Вообще у людей чувствуется очень большая потребность и желание вернуться к этому ритму, вернуться к жизни в том смысле, что очень хочется прийти и посмотреть. Поэтому, когда мне говорят всё время, я это слышу постоянно, вот цифрование коллекций, ну, вы знаете, я вот всегда ставлю пример очень яркой ягоды. Вот возьмите клубнику, вы её можете оцифровать, и то, что вы увидите на картинке, вы понимаете, что это ягода клубника, и чисто по памяти или в ощущении вы можете воспринять, что вот у неё есть такой аромат, там у неё есть такой вкус, да, но ничто вам не заменит саму эту ягоду, когда вы её возьмёте в руки и попробуете. Александра, вы простите, если продолжить вашу аналогию, в общем-то то же самое в двухмерной проекции, натюрморт, нарисованная клубника, никогда не заменит свежие ягоды. Ну, всё-таки. Скажите, пожалуйста, такой вопрос об онлайн-аукционах. Какое место занимает латвийское искусство на них? Насколько часто появляются предметы искусства авторства местных художников или скульпторов всплывают? Насколько они цены, насколько востребованы? Вообще, в целом, латвийские художники востребованы, но, скажем так, по моим наблюдениям, нечасто, но ещё зависит, наверное, от самих аукционов, на которых вы принимаете участие, потому что в Латвии есть местные аукционы, они маленькие, я знаю, но несколько организаций проводят эти аукционы, но на мировых площадках встретить, увидеть, скажем так, произведения искусства с наших территорий довольно редко. Я бы скажу так, сегодня это не в пике, не в тренде. Но можно сказать, ведь для художника очень важно выставляться для того, чтобы быть всё время на слуху и тогда уже попасть на аукционы. то, что сейчас нет вернисажей каких-то выставок художников, нет каких-то мероприятий, которые представляют художников в публике, насколько это создаёт для них и для их арт-дилеров, которые представляют этих художников, проблему? Я знаю, что есть очень много площадок сейчас, так называемых стартапов, где можно ставить свои работы. Честно скажу, я за этим вот не очень слежу, но я тоже точно знаю, что эти системы есть. И достаточно просто даже в интернете вбить в поисковике онлайн-выставки или онлайн-возможности для начинающих художников, их сейчас очень много. Это важно, да. Ну, все перешли в таком ключе, конечно, интернет нашу всё сегодня. И чтобы себя показать, поскольку ты не можешь организовать выставку, куда, чтобы люди пришли и посмотрели, но ты хочешь, чтобы тебя узнали, чтобы твой стиль был узнаваем. Во-первых, есть замечательная сейчас всем известная платформа, это вообще ничего. Каждый может в той же Инстаграме вести, да, и выставлять свои работы в виде персональной мини-галереи. И арт-дилеры те же самые, они на самом деле отслеживают всё это и во всех системах. Но, в принципе, есть очень много сегодня платформ для начинающих художников, которые даже на свободных началах, то есть там нет необходимости в каких-то затратах, ты можешь просто в официальном порядке зарегистрироваться и выставлять свои работы. Конечно, чем больше мест, куда ты будешь их ставить, тем больше популярности ты можешь себе получить на будущих этапах. Но вопрос того, что количество художников, которые сегодня вышли в просторы интернета, их очень много, и для того, чтобы тебя заметили, и ты попал действительно уже в систему вот этих высших аукционов, скажем так, это как лотерея, тут уже нету правил, кому как повезёт. Ну что же, спасибо большое. Спасибо большое, Александр. Мы беседовали с Александром Чудновским, владелецом частного музея, галеристом о том, что происходит в мире онлайн, в основном теперь уже искусством, много становится понятно. Саша, ещё раз огромное спасибо, хорошего дня. Спасибо вам. Вам спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. Ну и совсем скоро новости на Радио Болтком, после чего мы продолжим «Утро на Болткоме». И у нас будет такой своеобразный молодёжный час. Мы займёмся молодёжными проблемами, отношениями, и, в общем-то, и спорт, и развитие, и учёба. Во всём об этом мы поговорим с девяти до десяти. Хорошо. Спасибо. Утро на Болткоме.